Получается, вот на лужайке его соседей асиатов прибегают бандиты и там пристают, в общем, устраивают беспорядок. А клиентист достаёт свою винтовку, ну и идёт их угомонить. Грозит оружием, они уходят. Вот вопрос насчёт винтовки. Откуда у него винтовка с войны? Там оружие отдают? Это, для меня, загадка с одной стороны, с другой стороны. Во-первых, это было давно, т.е. Корейская война – это 50-е годы ХХ века, винтовка у него якобы та, с которой он служил. Это примерно как у нас – из армии уйти со своим автоматом Калашникова, это немыслимо вообще. Если это его винтовка была, с которой он воевал, почему на ней нет засечек? Сколько он убил корейцев? Снайпер, наверное. Во-первых, не показывает, во-вторых, ну, наверное, не снайпер какие-то засечки – непонятно. Он только хвастается, что он там трёхметровые брустверы складывал из трупов. Тоже, кстати, показательно. Отношение к убитым, отношение к убитым противникам и прочее. Т.е. это тварь патентованная просто тварь, но он это говорит, это абсолютно нормально для него, вот, всё хорошо. Винтовка – странно, но меня наибольшее впечатление произвело… Мы когда-то ездили по танковым музеям разнообразным в Германии, во Франции, в Британии. В Британии есть музей в городе Бовингтон. Как-то мы туда приехали, я с удивлением осознал. Вроде знаешь, но так в глаза не бросается, что танки, оказывается, придумали в Британии, британцы их придумали. Вон, танк называется, потому что их везли секретно на фронт, и надо было… ну, они в этих… под брезентом все были. А что это такое? Чтобы было непонятно, и сначала хотели назвать «water cistern», т.е. цистерна для воды, но это сокращенно получается «дабл хи», как туалет, и поэтому их назвали «тэнк». Тэнк – это тоже ёмкость какая-то. Ну, в автомобиле бензобак он называется «тэнк», вот. И там в экспозиции в этом самом музее в Бовингтоне там стояла какая-то пушка, у меня даже фотки где-то есть, и пространное пояснение, что эту пушку какой-то британский военный в невысоком чине, типа там лейтенант или капитан какой-то, он её из Европы привёз к себе домой. Можно представить, что советский военнослужащий из Берлина привёз себе пушку? На память. Безумие какое-то вообще. Ну, если люди в пушке привозят с войны трофейные, то почему бы ему не продать винтовочку? Вот у него винтовочка своя есть. Я думаю, что это факт правдивый. Действительно можно было купить как-то там, получить ещё чего-то. Ну, и мне так кажется, что они… у них же есть какой-то, наверное, это определённый срок службы у оружия. Ну, настрелялся ты там на войне – ну, забери. Она ж изнашивается. Бери себе на здоровье. Может, смена какая оружия происходила. Были там какие-то, я не знаю, М4, остали М16, а это вот уже никому не надо. Это в советской армии бывают там странные всякие. Я в учебке был, у нас были карабины Симонова такие. Они все были, по-моему, не там 56-го, не там 57-го года изготовления. Ну, они были абсолютно новые, никто из них не стрелял. С ними только строевые упражнения отрабатывали, а при исполнении строевых упражнений всё время об асфальт надо стучать, чтобы оно лязгало, поэтому когда из них стрелять, то они через одну лупили очередями. Неприятно было. В советской армии эти давали два раза пострелять обычно, по три патрона, так тебя подготавливали к новой мировой войне. Ну, как-то вот. Я бы тоже себе купил. Если бы у нас продавали, я бы обязательно купил.